Привет, зрители! Сейчас будет обзор моей парфюмерии на январь. Я подумала сначала соединить одни духи вместе с моим уходом на январь, но есть те, кто любит вот эти парфюмерные обзоры, и, наверное, будет обидно за них, что вот это как-то не случилось. Я знаю, что есть как минимум один человек, который ждёт эти все уход баночки парфюма, но вот паночек не случилось, баночки будут отдельным роликом уже в конце зимы, потому что ну как-то так. Парфюма, я всё-таки вчера порылась в полке, иногда её открываю, на меня там что-то пахнет так, я тыркаюсь, тыркаюсь, и прикиньте, люди, вот те ароматы, которые мне раньше зимой очень нравились, они для меня были супер тяжёлые, которые, кажется, круглосуточно, ну круглогодично, на любое время года, они как-то у меня не шли. Я хотела взять Эвиденс, открыла, что-то не идёт, я хотела взять Эйвановскую приму, тоже как-то не пошло, и в итоге что-то у меня такой странный наборчик появился, плюс на меня там упал маленький флакончик духов, я достала, он слегка капнул, я его понюхала, поняла, что я очень хочу его заюзать в январе. Я его даже заюзала вчера, немножко в декабре, сегодня у нас 26 декабря. Короче, это, несмотря на то, что это флакончик амбровый оваль, секрет десенс, парфюмерная вода Эйфраше, на самом деле тут уже давно, не Эйфраше, я её слегка потрясла. Это масляные духи имени меня, самопальные, не знаю, сколько лет вообще. Может, я их делаю, когда уже примерно как Готвила канал. Тут масло лотоса и что-то ещё. И они пахнут вот между лотосом и нероли, да, там масло лотоса, нероли, что-то ещё. В общем, если тебе интересно, что тут такое, то есть ссылочка в инфобоксе на вконтактовую группу Травника, я туда все свои эксперименты самопальных рецептов по уходовой косметике или духов фигачу или ещё что-то. И там где-то на глубине сибирских руд есть вот фотка с росписью «Чё, зачем, почему». Вот подобно, ну, эти духи ещё какие-то были. В общем, я их буду юзать в январе. И буду благоухать самопальными духами. Ещё я буду юзать в январе Эйфраше снятость коллекция новогодняя «Ваниль». Это со мной поделилась подписчица Ксюша своей коллекцией снятости Эйфраше. Очень сладкая такая ванилька, ядрюненькая такая. Ну, я вообще люблю запах ванили. Иногда после него кушать хочется. Вот, тут целых 20 миллилитров. Туалетная вода. О, да, туалет. Ну, вообще не туалет, на самом деле. Туалет, хрен знает. Ну, короче, как-то так. Я забыла, как на французском. Я французский изучала с пятого класса. Но как-то, в общем, это. Потом ещё параллельно, ещё в ВУЗе, в Кульке. Но чё-то как-то я забыла этот французский. Не пригодился он мне нигде пока. У меня есть ещё вот... То, чем я пользуюсь последние месяцы. И как бы он мне... Ну, не то, чтобы совсем регулярно. И то, что я думала сначала объединить с уходом. Потому что, ну, видео про один такой вот парфюм. Как-то странно. Грустно, да? Скучно. Обыдно было с другим парфюмом, что целое видео ему только какому-то посвятили. Это Эйвен Саммер Вайт Санрайз. Мне кажется, что мне эта Лена из Евпатории в прошлом, что ли, году присылала, когда у нас случился с ней обмен парфюмами или что-то в этом роде. Мне очень нравится этот аромат. У меня уже такой был. Я тут его прилично заюзала. Для меня он пахнет вот сейчас цветочно. Плюх с таким шлейфом отдаёт нежненькой такой пудровой ванилькой. Чем-то чуть-чуть перекликается с Эвиденс от Иврашевод. Или с Прима от Эйвен. Которая, кстати, практически полностью копия, на мой взгляд, Иврашевского Эвиденса. И ещё вот это вот, это от Лёлечки из Тюмени. Эйвен Аттраксон, сенсация. Она мне дарила. У меня похожий был уже тоже от Лёлечки, от Эйвен Аттраксон. От Аттраксон, хрен знает. А вот это тут уже в два слова. Я забыла, чем он пахнет. Но я помню, что он мне очень нравился. Он довольно стойкий. Так как я ничем сегодня ещё не прискалась, то в принципе можно... Ой, в очки слегка. Не знаю, как передать, но очень вкусно и нейтрально так вот. Ну, пошёл вот сейчас он у меня на зиму. Хороший такой аромат. Мне он нравится. Аромат у него по цвету того цвета, сказала. И он у меня будет юзаться в январе. Вот такой небольшой обзор парфюмерчика у меня случился на январь. Всем спасибо за просмотр. Да, это у меня тестовое видео с кольцевой лампой. Если вдруг свет как-то не очень идёт. Ну, помимо того, что потолочный, на меня сейчас направлен, по-моему, это тёплый белый цвет. Или нейтральный белый цвет, фиг знает. Я ещё не разобралась в них. И обзор я ещё даже не смонтировала этой лампой. Но если вдруг что-то не так со светом, просто дайте знать в комменты. Потому что это ещё пробные такие ролики. Я пока не определилась, какой лучше включать. Всем спасибо и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.